Осенью световой день становится короче, и даже в дневное время на улице часто пасмурно и мрачно. При таких обстоятельствах проезжая часть может быть опасна для пешехода. Тёмная одежда, слабое уличное освещение, нарушения пешеходами и водителями правил дорожного движения приводят к опасным ситуациям. Чтобы предотвратить несчастные случаи, сотрудники ГИБДД рекомендуют детям и взрослым использовать световозвращающие элементы. Информационно-профилактическая акция «Засветись» проходит в Сарове ежегодно. В этом году в ней участвовали ученики школы номер 13. Сотрудники ГИБДД продолжают проводить информационно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Главная цель таких мероприятий – это пропаганда световозвращающих элементов. Школьники совместно с родителями и педагогами подготовили зажигательный танцевальный флешмоб «Я засветился, и ты засветись». После этого ребята раздавали прохожим световозвращающие элементы и информационные буклеты. Сотрудники госавтоинспекции также рассказали участникам акции, насколько важно использовать фликеры в темное время суток. Мы сегодня танцевали флешмоб. А еще? В акции «Засветись» раздавали прохожим разные флайеры, для того, чтобы людей видно было в темное время суток. А сама пользуешься такими светоотражающими элементами? Мы сегодня раздавали светоотражающие элементы. Мне больше запомнилось, когда мы танцевали флешмоб. Это важно, чтобы людей не сбила машина. Светоотражающие элементы дают водителю возможность заметить пешехода на дороге намного раньше и на большом расстоянии. Располагать фликеры можно на рюкзаках, сумках, детских колясках или вшить светоотражающие элементы в одежду. Это могут быть полоски из светоотражающей ткани, аппликации или термонаклейки. При коротком световом дне и осадках предельно внимательными нужно быть и водителям. Нужно следить за дистанцией до впереди движущегося транспортного средства и выбирать такую скорость, которая позволит безопасно совершить маневр, объехать яму на дороге или экстренно затормозить. Заранее и плавно снижайте скорость перед поворотами и у пешеходных переходов. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.